да привет привет я вас поскольку смотрю не так давно примерно полчаса хочу узнать кто ну у тебя немного оборвалось аудио но в принципе понятно да тут сидит представитель русского клуба высшей школы экономики русского общества да как как зовут ваня да 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 вот такие дела такие дела так сейчас я по донатам пробегусь и можно будет что-нибудь обсудить динамо 100 рублей можно сдохнуть распутной девицы а можно цветком непорочным но это не точно можно сдохнуть заядлым трезвенником а можно пару полу разложившимся торчем но это не точно можно сдохнуть с благостной улыбкой на устах а можно в нечеловеческих муках и корчах но это не точно вот это я не за может я зачитал неправильно но по-моему тут слиз какая-то с ритмом хуйня если честно дам задавайте ваши вопросы надо что-нибудь обсудить сейчас сейчас я придумаю чуть вот слушай вопрос а из дискорда можно как меч от глядеть потому что если я открываю что в браузере twitch то звук этот сдвоенный а у меня нам просто стрим без звука от а ты с компьютера или с телефона а это это я на сене стрим говоря с компьютер конечно а я с телефона открыл по моему там видно будет ну то есть стрим то можно открыть просто и звук на нем выключить ну то сейчас может так сделаю то есть потому что но там где звук если в него ты уткнуть мышкой то он пропадет просто я обычно так собственно и делаю да да то есть но меня кстати спрашиваю да ну то есть апофатические определения нормы и потом я где ты увидел апофатическое определение отдавал определение свобода нет нет это это ты ввел дистинкцию позитивной и негативной свобода я эту дистинкцию взял за данность вместо того чтобы просто послать нахуй да по просто ну надо же ответить на вопрос ты же задонатил поэтому я решил дистинкцию который ты предложил взять за данность я вот попытаться ответить чем мне больше нравится на деле мне нравится не то и не то потому что ну типа я зеленый консерватор я вообще про людей не очень так скажем то есть мне совершенно вот недавно была тема про глобальное озеленение дело в том что глобальное потепление немногие знают но глобальное потепление которое существует она приводит к тому что площадь лесов увеличивается на планете причем очень стремительно то есть ну вот люди которые говорят про то что леса сокращаются это выдумка как раз леса не сокращают ну если мы не берем какие-нибудь там джунгли амазонки которые отчаянно уничтожаются бразильским правительством просто чтобы можно было что-то выращивать то леса вот во всяких европах и так далее они расширяются в основном происходит это из-за из-за парникового эффекта то есть вот люди которые паникуют по поводу глобального потепления они постоянно ноют мол парниковый эффект парниковый эффект но проблема в том что ребята вы знаете что происходит в парниках я понимаю что сейчас наверное это это похоже на джей молчаливый боб что делают в тюрячки здесь знаете что что растение делают в парниках как бы этом растут то есть парниковый эффект он приводит к озеленению планеты и на самом деле я только за а то что парниковый эффект вредит людям а он вредит людям вниз честно до пизды я как бы ну проживу 70 лет меня не будет так что вот за всеми вот этими вот концепциями про свободу еще какую-то мне нормально я вот перееду в регон какое-то время в съемном доме поживу потом накоплю денег куплю дом собственный буду сад выращивать многослойный сад короче буду на первых парах лук растить я думаю мне позволили под позволят просто лук чеснок всякую такую простую хуйню я думаю мне разрешат и в съемном доме на самом деле выращивать вот а в собственном там я уже буду там полностью до дополнительного абсурда находить вот со всякими со всякими бабами блять с кабачками и так далее и книжки у на бомбер читать не только читать писать еще и буду скорее всего тоже вот такие дела ну в регон можно главное не пережать куда-нибудь куда-то по мне в нидерланды или в лондон потому что есть такое мнение что из-за парникового эффекта уровень океана повысится и просто зайдет но на самом деле не не так мощно повысится так то есть когда я говорю что всех затопит я вообще не очень про глобальное потепление в этом плане говорю я имею ввиду просто всякие цунами из-за движения тектонических плит это скорее больше с фрэ с фракингом связаны чем с глобальным потеплением вот а но да действительно конечно затопит венецию в пизду но хуй с ней венеция она имела смысл пока там аристократическая республика была венецианская сейчас там какая город памятники охуенно ну хуй с ними я и я в рот ебал все памятники мира мне вообще насрать мишки белые там от жары мишек белых больше только становится на самом деле то есть но стоит понимать что белые медведи не белые ходаки из игры престолов они от жары не тают как бы то есть в арктике не не настали тропики внезапно и медведи не сдохли от перегрева да то есть в арктике стало чуть 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 теплее и медведи от этого стало только больше душим стало от только лучше будешь там примерно так же принципе холодно как и было только чуть-чуть теплее и там еще вот эти охуенные картинки где медведю негде жить потому что лед расставил ну да медведя лишь блять на льдиных плавают туда-сюда это общеизвестно блять им больше делать нечего просто в головах какой-то полный кстати пауна бомбер еще про эту хуйню пишет в манифесте типа вот эти вот левацкие зеленые движения которые просто херню несут ни с чем не связаны типа да давай надо бороться надо бороться ну в итоге до доборолись за того что вот солнечные батареи у нас на которые на то чтобы их произвести требуется столько энергии все это это хуйня за всю свою жизнь столько не выработает в принципе ну а энергия то она из нефти как бы изначально то есть солнечная батарея таким образом это очень большая плоская батарейка которая тебя может подзарядить при этом только когда на нее солнце направлено то есть это вообще полная хуйня принципе ничего не делает то есть у меня не только если если с практической точки зрения посмотреть солнечные батареи вообще не вырабатывают энергию то есть если с практической стороны посмотреть практической стороны вопроса потому что именно вот количество энергии нет то произведенного да она вообще никакое а ну даже местами отрицательны я не я не сюда это сказал так ансаб 100 рублей здравствуйте простите что поздно что думаете про ситуацию с каналом сталин гулаг и дианоном автора я не знаю чуть за канал первые слышу понятия извини чувак это вроде в телеграме какой-то канал был соответствующая ориентация с таким названием я и он он некоторое время назад тут он был популярен по моему просто хотите перепосты из него делали наверное скорее накидали ну может быть да но я по только когда читер telegram хотели заблокировать этого вспоминали час я подложил я подписан только на страницу в телеграме под названием кочерка вид генштейна и админию правда но вот я это единственная кота которая подписана хорошая страница телеграме всем рекомендую и меня постят иногда то что я админи спасибо за 100 рублей 100 рублей спасибо за 100 рублей там я видел же во первых в чате какие-то вопросы были ко мне и в донат донат один был у меня там корска корска спросили про напеву будут ли еще новая туча да буду а донат там зачитать да пожалуй спутник про свирнина 100 рублей я этот вопрос задавал еще на стриме смеки я тоже не сразу понял что имеется виду под спутником про свирнина но да я вообще у гостей топовые название всегда я этот вопрос задавал еще на стриме с микиткой энциклопом на 8 часов этого смотреть я ебнусь поэтому поэтому еще раз что знаешь про списки сводишь а научен ли этот метод как отличить диалект от языка роберту передайте больше не петь пусть лучше своим телом светит на видео ну список сводишь а принципе да я думаю ты лучше пояснишь чем я поэтому можешь пояснить про список сводишь а я вернусь сюда да ну коротко скажу что это список там якобы ста слов которые во всех языках они как бы заменяется новыми словами синонимами с какой-то постоянной скоростью и это слова как правило базовой то есть они там значит право-лево там глава голова человек вот такого рода вот ну и действительно старостин вывел вот эту очень так не старостин вывел старостин привел в окончательный вид вот эту формулу с какой же скоростью действительно эти слова в языке заменяются ну то есть получается примерно что из 100 слов но списка каждые 200-300 лет развития языка вот одно слово должно заменять каким-то синонимом ну и соответственно можно как бы сравнивать такие списки для разных языков и делать прогноз на как давно эти языки разошлись то есть они распались на разные диалекты ну то есть например украинские и русские по этому списку распались в одиннадцатом веке вот проиндоевропейский ну соответственно он там датируется как он и датируется несколько тысяч лет назад пять-шесть по поводу научности но разумеется это просто сама такая вещь как постоянность изменчивости лексики она не может быть абсолютно ясно что-то тисландский он в общем как язык целом меняется медленнее чем допустим французский и ирландский вот то есть это все индивидуально достаточно языков но тем не менее я проверял на славянских языках насколько мне это вообще доступно то с моим аппаратом ты сравнивать там русский польский или там и германский в принципе список сводишь и дает достаточно верные даты по моему то есть то есть то что те даты которые дает он они подтверждаются другими методами и я считаю что в целом это метод рабочие возможности вот а еще по поводу значит язык диалект да там там про язык диалект ну блин тут это сложно я вообще советую всем кто этим интересуется есть вот этот канал с кельская сон ну можете брать историю английского языка до вата его обозревал как-то хороший канал единственное что там ранние видео они ну не такие не такие компетентные как более позднее поэтому история английского языка там было несколько файлов в первых видео вот потом они как бы там и качество видео возрастает и степень образованности автора тоже то есть это еще важно очень понимать что я бы вообще с конца начинал смотреть этот канал в принципе то есть там вот про викингов у него отличное было видео вот и так далее вот я я стою по спорю я думаю что тут не в образованности автор делать смотри я кое что знаю про этот человек он лингвистика занимается давно не то это ему 30 лет вот просто у него ранние видео они были нацелены на разгром лингва фриков соответственно специфических подачек а про фейлы и не знаю что ты имеешь ввиду то есть но учти что у него блин первое видео по истории английского языка это там блин как про европейский согласно и перешли в про германский попалом суп раз тема сама может мутной и что-то накосячил конечно более поздних темах там может больше больше вообще известный больше научный консенсус есть закон начали ему ну ладно ну как знаешь короче я все равно за я все равно не смогу назвать конкретные фейлы мне типа семья я я умеешь память блять я не помню нихуя поэтому законам грима напутал ну может быть я тоже вас отдельно могу наизусть заучить это несколько короче отвечай на вопрос и там у этого из кельда у него есть видео язык диалект кажется прям так называется капсом она идет 50 минут но там чел вообще пояснил все все очень хорошо кратко тут несколько критериев и нужно всегда принимать несколько из них в расчет хотя бы но первое это этническая составляющая то есть это два народа но как бы то есть ну допустим мы признаем что там украинцы или белорусы это отдельный народ или то что сербы и хорват это два разных народа соответственно мы должны определиться они говорят тогда на одном языке между собой или нет то есть здесь национальная идентификация играет первый момент второй момент это насколько язык вообще скажем так приведен в порядок если это действительно ряд каких-то диалектов которые в разной степени понятны допустим носителям какие-то соседних языков это ну как-то странно сравнивать но если это есть уже четкий язык с устоявшейся литературной нормы со своей литературной традиции то есть там грубо говоря еще в 18 веке были писатели которые блин писали вот на этом языке это уже значит плюс чтобы разделять именно это именно как два языка соответственно там есть я говорю свои правила скорее всего у языка все же должны в отличие от диалекта у него должны быть отличия на всех уровнях то есть это не только там пару слов и там особенности произношения этой особенности и грамматические и особенности там сочетаемости слов и стилистика какая-то своя то есть тут надо много факторов сразу принимать во внимание ну и конечно есть случаи такие явно политически ну наверное самое такое понятное это молдавский и румынский то есть там отличие именно в двух самих языках настолько незначительно что вот я кстати говоря хочу поделиться с тобой открытием так я решил недавно ознакомиться с творчеством ежа сармата я не вообще но я китка микитка пока вы не начали да я бы хотел попрощаться потому что пойду тут ну да и сейчас поздно в россии принципе до пол первого в общем большое спасибо за приглашение за возможность поговорить от лица русского общества все все подписываемся на русское общество вше потому что не подписан на русское общество вше и говори что вообще только леваки и феминистки тому можно когда я еще не подпишись я же сармат либо это ну либо человек не прав в общем большое спасибо у нас мы набираем общем редакторов для написания статьи если кто-то забирается в сферах социально-гуманитарного знания связанных с русской историей культуры у вас милости просим было очень приятно пообщаться большое спасибо им пока отчаливаю до пока пока вот короче решил знакомиться творчество на я конечно знал кто такой давно вот но я не смотрел ничего случайно падал и в общем мне вылетел в рекомендации его обзор на видео энциклопа белорусский язык я сразу кинул арсений он такой типа стоп я с этим человеком в одном ролике не снимался не просто бы на аватарте ставят он еще не в арсений наверно не в курсе про особый графический стиль хайлайтеров отлично они делают мне очень нравится миниатюрки вот и короче ежик какой-то хуйню нес откройно говоря про ночью вот чисто обувательской бредятины какой-то про белорусский язык тролли троллинг большие специальные вообще за это настолько посторонние тогда значение по но я там ответ оставил комментарий который почему-то вышел в топ вот но я хотел тебя на самом деле не не просто сообщить я хотел тебя спросить он вообще он только свои вот какой-то области разбирается там религиовидим философия нитши и так далее или в целом то есть унес лингвистикой например то что все что от него по мне про лингвистику он ничего не знает но ему как бы особо и не нужно ну типа у него по философии кандидатская и по психологии но из педвуза но все равно как бы типа две кандидатские так что типа ему хватает на самом деле ну и к тому же в его line of work особо не требуется вообще никаких корочек ему нормы так что но этот роллинг у него типа посмотри какие-нибудь его видео про украинский язык то так как то же самое происходит я под я посмотрел у него какую-то беседу с тобой старый где ты еще там какие-то макароны же ешь на фоне вот микроволновка гудит потом я посмотрел интервью с алиной самой да и еще что-то ну в общем а нет самец то что больше всего не понравился не пока это беседа на спаси вот я причем сам главное я давно видел обзор твой на него и там два часа что ли я подумал что там бред это по-моему на спаси выступил достойно смотря на комментарий по моему там половину людей смотрели это видео да там топ контент ну тут просто такой момент есть что у нас когда был первый эфир совместный на модов м по сути дела наше знакомство началось чуть был не с того что выяснилось что но из-за того что он эксперт по ницше он а у ницше написано в генеалогии морали что как бы этруски они типа приплыли к римлянам вот и значит римляне с ними сражались в итоге сармат считал что блять как бы этруски приплыли там на этот полуостров виде сапога примерно тогда же вот они там столкнулись типа вот их там столкновение такое было но в то время как если кто-то из полутора тысяч человек не в курсе этруски коренное население вот этого полуострова виде сапога как не помню как он называется где это ли они здесь до пенинского полуострова вот и как бы напалят что люди они ниоткуда просто из грязи не не берутся да то есть поэтому это ты откуда-то приплыли но задолго до латинян так скажем задолго до италийцев так сказать они это лица что что они не приплыли все же на это греки на их приплыли то лице пришли север как индивиду но это-то понятно да но этруски непонятно как туда попали но нам приплыли либо тоже севера пришли там нет русские они же считают с этой но так как я не знаю как назвать нормально типа старой европы и статья на википеде европейское население которое это понятно что это старая европа про старая европа это совокупность огромных огромного количества народов которые но не доказано что хотя бы половина хотя бы там две семьи есть или три не говоря уже о том чтобы одна вот поэтому я думаю что там та же самая шняга с как с этими североамериканскими индейцами насколько я знаю там ну дробушевский рассказал что примерно три группы какие-то крупных выделяется но между собой там тоже может быть такая путаница не там три группы выделяется не там три группы в ли по языкам если туда если по языкам то там три языка на североамериканский детстве группы от на макро уровне короче то есть я против говоря да то есть это не как и индоевропейская семья это как на стратическая семья то есть это это глубину 333 значит семьи североамериканских индейцев это вот семьи на уровне типа сина кавказской короче вот на стратической вот таких вещей то есть в общем это вещи которые принято рассматривать в европе но не принято в сша по большей части то есть глубинная реконструкция принято считать что реконструкция имеет утилитарную природу то есть языковая реконструкция она нужна для того чтобы можно было предсказывать как в будущем будут изменяться языки чем дальше мы отходим от эмпирических свидетельств нам то что глубинная реконструкция эта реконструкция на основе других реконструкции ничего кроме них чем дальше мы отходим от эмпирических свидетельств тем в общем менее полезной такая реконструкция становится меньше и меньше предсказательной ценности у нее есть какая-то патетическая патетичная ценность но благодаря которой собственно мари гельман и помог создать вместе со старости нам вот 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 организацию в санта-фе нью-мексико по глубинным реконструкциям мари гельман я поясню зрителям это физик который кварки придумал был очень вдохновлен значит находками старости на в свое время и решил не то чтобы профинансировать то что ученые не сказочно богатые люди в какой-то мере на своем авторитете тоже вот помочь вот создать такую организацию на донатил немножко тоже вот да то есть в америке помимо вот этой штуке которую гельман вместе со старостью создали и гегельман кстати пишется делала черточка man то есть это не никак не к гельман там там через дефис там две фамилии на самом деле но не суть важно сша глубинной реконструкции почти нет то есть есть несколько экспертов которых ну типа цитирует везде повсюду постоянно по 23 человека в основном принято либо критиковать ли вообще это делал не упоминать потому что ну слишком ненадежно и непонятно зачем то есть и так никто не финансирует историческую лингвистику так еще и глубинная реконструкция там совсем пиздец там это право про всемирный язык еще там дальше это вот вот эти все темы докажите что он был вообще в принципе про всемирный язык прежде чем реконструировать сможете может язык несколько раз появлялся у людей в принципе может у него сходство структурное просто к комбинаторное сходство просто языков а физиологически они проску я дух появились нескольких точках планета свечи почему бы и нет так меня там в чате спрашивает короткий ответ значит как я наткнулся на нестор на ю тубе ну поскольку я смогу программе раньше смотрел вестнику бури до дебатов потом писал и разумеется мне вам вылетал просто рекомендации место смотрел составил свое мнение которое там не просто представляешь я сказал что место а этот да что не старый бред несет короче в своем видео про ссср ну там боятся но если интересно может поговорить но коротко по моему там не нужно видео фантазировал до видео в котором большевики это секретные агенты царской разведки которые восстанавливают значит монархию ну да есть мнение что это не совсем так да но нет я совсем другой обратил внимание конечно есть определенная периодизация там советской культуры что другая там 20 не дозам что там 30 потом 60 ну короче вот я как-то решил вставлять ролик нестора с вот этими своими знаниями на понял что это подано так превратно за что ну и да и в общем я просто говорил про имя нестор в одном из своих видео последних как раз упомянул канал тоже должен взять вместо подумал что он наверно известнее чем какой-то не став петрович современным зрителям и на мне начали писать и почитать что я не острова а как я ткнулся навестника бури как я не помню уже да да ну не стара засирать нет смысла потому что ну там есть вероятность что это во первых троллинг во вторых если это не троллинг то он ёбнутый просто поэтому ну типа яду я думаю 2 потому что ты глянь у него первое видео они в общем по другим темам а я сапога на ткал еще давно у него кого-то было видео я его не смотрел полностью почему у нас украли будущее нужен название там учится рассказывать вроде прописать технологии часто ли используется слово куки значение пизда это это у сейчас я скажу это у чернокожих и это у карибских черно чернокожего населения карибов основном то есть это типа ямайская тема вот но соответственно британская тоже таким образом вот теперь ну то есть это не в сша в сша не слышал то есть но вообще куки это 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 африканская тема в смысле и майская смысле британская так маскин 100 рублей описание коллаба с вассерманом звучит как что-то топовое гляну спасибо да куена но вот для меня как для тупого школьника в шестнадцатом году есд выглядел лучше погрома желающего на всех нассать в своих соцсетях крылова немного странноватого и большей части русских националистов интеллектуальном плане являющимися хуйней на постном масле удачного стрима не она крылов и в общем-то очень интеллектуальные по крайней мере шарит за логику и знает что это такое что очень большая редкость не только у русских националистов вообще у людей которые учились в россии в принципе потому что вот увы и ах но после учебника челпанова дореволюционного да ну напоминаю тогда еще логика не полностью была открыта то есть это важно понимать что начале двадцатого века было придумано огромное количество полезных вещей благодаря которым у нас компьютеры работают вот это значит часть из них кстати реализована браться фср но в учебнике это не вошло как логика вот ну да и по после соответственно революции где-то сто лет нормальных учебников по логике на русском языке не печаталась то есть если человек шарит за логику то все автоматом интеллектуал да так и есть особенно если мы говорим про русскоязычный контекст маскин 100 рублей кстати бог троицу любят ну рад спасибо храбря ильев 100 рублей марго скоро в рф заработает чебурнет что будешь делать ведь львиная доля твоих зрителей живет в рф я думаю еще работать не будет пресс чего нет примерно будет как с баном в пн of telegram а и блять порно хаба и всего до света так чё марго марго у меня к тебе вопрос но он может немножко наивны для большинства ну для части слушателей для тебя но поясни мне а вот чаку который сидит в паблике с недавнего времени марсапану и ликер в чем прикол жмелевского ну прикол жмелевского в том что он пьет на стриме ну он читает вебинары по несколько часов про международное отношу международное право все дела но в общем он преподает петрозаводском государственного преподаватель вот региона региона ведение он преподает и в перерыве между вебинарами и лекциями значит зрители активируют у него за 1000 рублей функцию и обним это я знаю и он начинает хуярить на стримах причем довольно жестко то есть у него один из крайних стримов пошел по из-за этого совершенно потому что мы 14 раз задонатили на функцию и обним вот ну и типа он конечно много раз может ёбнуть но в какой-то момент он например забыл что его стрим начал личку в к просто чекать там совсем пиздец вот в общем в общем смешно но при этом эксперт действительно разбирается в регионоведении ну да международное право я региона ведение политическая география вот такие вещи так запись того как то адова сережно крылова во время его дебатов с невзором все еще лежит на твоем канале ну да но я поймешь чем дело я думаю что крылов равно как и просвернен это ну мягко говоря не школьники да вот у которых срака возгорится от любой хуйни в интернете дан то есть запись с тем как я в игре кровь и бекона расстреливаю огромную свинью и говорю что это блять егор она тоже лежит на моем канале и у егора в общем реакция была довольно простая он как бы стал в метро exodus расстреливать тощих свиней блять и говорит что это я так что в принципе проблем про проблему этих людей по крайней мере с обидчивостью в интернете нет это это кстати тоже очень важный показатель то есть серьезно сколько бы кринжовой хуйни и плохих аргументов не исходила от егора погрома по крайней мере у него не загорается жопа от того что кто-то что-то спизданул в интернете блять это на вес золота в двадцать первом веке потому что интернет наводнился хуесосами которые в принципе не в курсе где они находятся и которые типа начинают лезть значит в бокс по переписке то есть сразу же типа ну в начале года была ситуация так скажем чем отличаются слова слова эффект и эффект и являются ли они взаимозаменяемыми нет не являются потому что эффект которая пишется через е это эффект и есть это существительное а эффект который начинается с буквы эй это это глагол ту эффект вот то есть это две большие разницы там часть речи разная кстати к таким модальным логикам типа темпоральный как относишься спокойно без фанатизма то есть я не любитель не любитель модальной логики то есть я отсылаю всегда к и сейчас я про модальную логику буду не конкретно про темпоральную отсылаю всегда к шутке вилларда ван ормана квайна на тему того что но допустим у вас в дверном проеме стоит возможный лысый человек а еще у вас в дверном проеме стоит возможный толстый человек а теперь вопрос являются ли эти два возможных человека одним и тем же человеком на мой взгляд просто модальная логика это нарушение принципа простоты нарушения бритва окама при принципа достаточного обоснования и если честно я против на мой взгляд когда мы говорим про возможность чего-то это субстанциональное утверждение она требует доказательств поэтому я против семантики возможных миров категорически я считаю спрос хуйня не нужна она ничего не дает моя принципиальная позиция и мне не нравится модальная логика хотя у нее есть некоторые математические свойства которые делают ее полезной поэтому в отличие от семантики возможных миров хотя бы вот применение всяких модальностей в модальной логике она имеет какой-то смысл теперь темпоральная логика то же самое как ответвление модальной логики имеет свои минусы вышеозначены но мне чисто с философской точки зрения нравится вопрос на тему того является ли является ли оператор next рефлексивным отношением поясню в темпоральной логике объектом является не утверждение а момент во времени основным оператором является next у нас есть момент то один момент то два момента три вот и соответственно вот значит то два значит это вот next примененный к т1 на то есть там экспорт следующий ну так вот next как оператор является отношением а какие у него как у отношения свойства есть ли у него свойства рефлексивности то есть является ли каждый момент следующим по отношению к самому себе с метафизической точки зрения вопрос интересный мне он нравится но с точки зрения именно логики как формальные дисциплины но это просто какая-то хуйня не имеет никого отношения к делу так вот тем часом тебе знаешь кто привет передать сандра пантелеев о замечательно спасибо сандра за привет смотрит да я блин я сам на самом деле зашел сегодня то что рай сказал что вот теперь еще и сандра узнал так вокс 101 рубль the civic russian nationalism is when something triggers the savox and the lips and the more the savox and the lips are triggered the more civic russian nationalism интересно это это переделка пасты про марксизм то есть я не про социализм то есть социализм это про влияние государства и чем больше влияние государства тем социализмич не читать тем все социализмич не это но это когда марксисты троллят значит когда марксисты троллят анти с gw толпу вот на тему того что анти с gw толпа называет всех подряд марксистскими марксистами и социалистами так мы вроде и 100 рублей генетические от русские это выходцы с ближнего востока скорее всего анатолий причем миграции их довольно позднее поэтому она анатолий до турция то есть поэтому неясно кто прибыл в пенины позже они или италики кстати напомню почему ты не придерживаешься курганной гипотезы смотри насчет того что генетические этруски насчет того что генетические этруски это то то все то блять мяк вам вопрос вы откуда взяли генетический материал этрусков со скольких этрусков вы взяли этот генетический материал наверняка в лучшем случае там блять полторы мумии у которых я напоминаю древние люди они имели свойства еще и от одной мумии блять отрезать кусок и к другой пришивать надо это просто всяких тут он хамонов не приходят в голову как бы взять и начать как бы разбирать на составные части и из из разных частей жопы как бы брать сэмплы такое делают только с болотными мумиями северными потому что ну хуй с ними это же блять не тут он хамон ну и поэтому он в шотландии нашли там блять бабал торфяную мумию короче болотную которой челюсть была от другого трупа приделана ну блять отвалилась но ёпта как бы отвалился пропала то есть они как бы и видимо вытащили из болота в какой-то момент древние вот смотрят блять челюсти нет приделали от другого покойника у него еще ру 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 рука одна была не своя тоже вот мы не возвращаемся к это русском скорее всего блять одну мумию испробовали посмотрели а чья это блять мумия чё там был это этруска или это реально чувак из анатолия прибыл довольно поздний хуй знает ни о чем не говорит а я знаю почему наверное гипотеза есть потому что часто этрусков видимо сравнивать с этими с вы блин могу наврать тэфкор что ли называется короче якобы народ который был варен тароинской войны и он тоже вот был до европейский ну то есть греция нас заселялся тоже в общем в 2 ну ты в крыла кукры то есть да я поняла дайте залезняковской лекции на лекции да и наверное считается что ну да есть даже кстати легенду и какая-то там батич литературе что вот теперь русские они там приплыли как раз и из строя но я думаю что на самом деле не имеет отношения к реальности римляне римляне прибыли из строя в общем нет 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 это еще типа вот в античности подметили что вот эти неиндоевропейцы которые там жили рядом с римлянами которые говорите на стен других языках они могли быть родственным троянского народа ну могли быть конечно я как я к сожалению сейчас говорю чисто по своей памяти я не помню даже где это читал тушь я всем эти темы на понимаю да есть такое но типа когда говорят про и генетически этруски это там выход с ближнего востока это вилами по воде писано потому что откуда информация там полторы мумии какие-то саны и все так люцифер 667 минус 1 100 рублей почему все смеялись над стасом когда он спиздил подстаканник из поезда но никто не смеется над тобой за спиженный красный стакан избир понга где нахуй так задаем вопросы дорогие я я я между прочим тоже один раз спиздил не стакан а значит вот как в поезде если еду и туда дает стакан и кружка такая железная подстаканник это нас от стаканик спасибо лингвист вот в ялте спасибо за типа не зачем он нужен был в общем зачем мы его взяли спасибо за подписку и и юсли спорт спасибо юсли загогулина да так гадал 100 рублей друг говорит за штриху и книгу я бы да иди ты нахуй блять спасибо за 100 рублей пизду пошел блять хуесос так задавайте ваши вопросы дорогие зрители спрашивайте чем здравствуйте пожалуйста 100 рублей марго вопрос интеллектуальный какой алкоголь любите и потребляете в основном сидр сидр употребляю ясно и пиво пиво я я завязал с пивом не а я только 20 лет начал пить вообще детальщине вот я как раз 26 мне самое время я завязал с пивом потому что я дрища и у меня начал мамон расти от пива то есть это типа довольно хуево одно дело типа если прокачаться а потом отрастить пивный мамон это еще туда-сюда когда знаешь типа огромный медведь вот да то есть все в стиле пуджа но дело в том что я дрищ то есть мне мамон немного не к лицу да то есть по паучке брюшко такой телосложение как у енота теперь то есть вот просто типично я имею ввиду енотов я имею ввиду енотов вот этих вот животных которые по папу по мусоркам еду ищут вот ты спасал что ли прошел нет я не прошел посылки я как бы да я ради интереса пройдут что же я я не прошел посылки но окей прошел ну там просто instagram мой кстати кстати 13 ты популярный модель до вере series instagram model ну да то есть подписывайтесь на мой инстаграм на случай бана на твиче такие дела вот не про енота я посмеялся потому что слова енот она много значения имеет на самом деле но на твиче на твиче это объяснить нельзя сожалению вот задавайте ваши вопросы дорогие зрители спрашиваете чей-нибудь интересуйтесь 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 я удивлен что в южном парке получилось супергероя енота сделать потому что блять пиздец если если бы в 2019 году они выпустили бы хотя бы один эпизод с этим но когда картман говорит я енот блять ой пиздец были бы проблемы сильные да задавайте ваши вопросы спрашиваете интересуйтесь 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 чонить про языки нам в бросьте а то ну просто сходу выдумать какую-то тему особо не получается нет ты смотрел игру престолов крайние несколько эпизодов не я вообще я не один какой-то очень давно пытался посмотреть на мне не понравилось я вообще нет вообще ни одного сериала представьте жизнь не смотрел хотя бы наполовину вот потому что ну как не мой формат я я фильм вообще блин с трудом смотрю не хватает и сесть какой-то когда даже прибытие ты же лингвист к как можно не посмотреть прибытие то слышали да мне про прибытие еще год назад вроде казались когда он и вышел собственно год назад краса вышел то есть тогда и говорили про него да да мне там тех мне тоже те просят видим тот мой ролик что я состоит древнее имя твое кто-то это анатолий маратович да то ли маратович да ну как то ли сын маратов анатолий нет нету версии просто анатолий очень плохо плохо калькируемая скажем так имя это марго да наверное потому что в английский в английском например нету версии меня анатолий homeboy savage 100 рублей посоветую книги с помощью которых можно ознакомиться с логикой если пиздец тупой загугли на ю тубе маргинал крылов логика и мы там обсуждаем учебники логики то есть я сам по учебникам то не очень то есть я там специально по моему в том как раз фрагменте я специально на гуглил по какому учебнику я там учился давным давно крылов тоже вспомнил несколько учебников вот то есть там найди я просто сходу сходу я не смогу взять вспомнить учебники логика это математическая дисциплина то есть по идее все учебники должны быть одинаковые потому что ты не спрашиваешь где хороший учебник по алгебре посоветуйте хороший учебник по алгебре без хуйни но вот с логикой почему-то такое происходит ну вот твои по языкам тоже постоянно просит учебники хотя я ни по какому учебникам при пульсе не учил да если я значит как тенденции патреон когда мне что спрашивать типа советовать про польские кидают да пожалуй я реально не знаю хороших материалов но тоже хороший просто смотрю не интересно ведь расскажу подробнее про суахили но мне про суахили почти нечего сказать на самом деле ну есть такой язык да вроде бы афразийская макро семья нет на нем вот эта песня известны которые там без слов афроамериканец танцует вот это она на своих или вот а я думал он рандомную хуйню просто орет ну ладно если есть какой-то видос с другом переделали когда-то есть кавер куча каверов на эта песня и представь себе почти никто не поет вот по словам набор звуков как один один мужик то записывал кавер сказал что эта песня внимание на африканском языке ну это типичная ситуация да не важно что в африке там ты через но это все равно некий некий африканский язык так или иначе вне африки на своих или горяда на мало спросили в венкидкой не смотрящий фильмов а фильм это могут формировать язык вносить новые слова по идее да но этот кинза за да вполне себе полда множество хотя просто q то есть как между медь и по моему она органично вошла в русский язык пусть у людей если скажешь это у они ну по и хотя понимать откуда это вот и не говоришь а вот всякий подсак и пилотс тоже жаргоне они же но как бишь до мете это ладно между мете это особая ситуация от подсак пипелац гравецапа да это они вошли пожалуй действительно язык на ком языке говорили неандертальца мы не знаем но проблемы неандертальск да мы не знаем но мы не знаем где неандерта какой ареал на самом деле о неандертальцев был потому что вот недавно выяснилось что оказывается значит кто-то обглодал мамонтов на западном побережье сша а людей там в общем то быть не должно было по тому времени потому что homo sapiens и в тот период в африке еще были то есть неандертальца возможно первыми вообще америку нашли есть есть такой вариант правда и вкусе это могли бы в гости за просто ты в курсе что варк ветер нас считает себя потомкам неандертальцев есть даже несколько видео на эту тему что вот европейская днк это не ну смешивали с неандертальцами то есть типа это это частично имеет смысл он же не горит он он одно время прям педалировал на эту тему вот главное отличие древних европейцев и всех остальных может быть может быть принципе а он кстати самый забавный он одну понятно что в аркты вне русского поля и он говорил даже типа разные там генетики из разных стран и потом доказали грубо и значил кого сослался на колес отлично замечательно так сталин 3100 рублей нас учили логике по учебнику бачарова маркина он вроде норм маргу объясни значение слова енот или скажи что загуглить и не забываем покупать анальную пробку сталин 3000 дим юрьевич рекомендует но я не могу объяснить значение слова енот я же сказал на твичей нельзя сказать что загуглить ну загугли енот на английском языке и типа будете счастье да если прокликаешь достаточное количество времени дойдешь до сути почему вода от нансаба вскрыл и есть есть в этом смысл сегодня помогло ли никитки изучение по польского языка понять секрет западных славян помогло конечно какие секреты ясно по каким языкам и специализируясь но так серьезно могу говорить про славянский в целом ну и конкретно про польский древнерусский про балтийский немного ну латышский язык я изучал и французский но остальное если я что-то знаю это скорее таки общее представление так мавродий 100 рублей помимо мумии используется материал современных людей живущих на той же территории римляне вырезали под корень всех этрусков о них ассимилировали а учитывая что этруске более древние при этом аграрная цивилизация людей там было достаточно предвосхищая ответ генетический материал италии слабо изменился железного века ответь про курганную г чувак к блять он не мог слабо измениться потому что там огромную часть италии вообще мавра захватывали да то есть но не как испанию конечно которая полностью там помимо астурии было заказать когда был ну как носит сицилию например взятие не захватывали что а ну вот сицилия же все же не то ли ну она принадлежит это это там может это может с качестве викинги там были захватывали захватывали да ну там так или иначе там так или иначе разбавлялся генофонда очень сильно то что не менялся с железного века это тоже пожалуйста ссылку потому что у них это в этом в австралии не менял в австралии пожалуй да в всех этих европах там люди туда-сюда ходили постоянно вопрос гостю очень банальный скорее всего почему индоевропейцы стали доминировать на таких обширных территориях но там обычно это объясняет тем что были они мол весьма воинственны плюс ну скорее все так же как и допустим почему русские стали доминировать на таких территориях у них был какой-то больше культурный скажем багаж который они могли предложить место людям больше технологии вот но это какие-то я сам не могу на это подробно ну и индоевропейцы еще менялись мы просто разные вещи называем одним и тем же словом это тоже важно индоевропейцы наверно в первую очередь те кто говорит на языках и ну да но это были разные очень разные народу так или иначе то есть с разными практиками поэтому то что скорее вопрос не про индоевропейцев а почему вот этот вот язык он как бы распространился там это и так далее это с ней не был заменен там какие-то там и алтайскими так называемыми алтайскими языками там финно-угорскими и тогда вот ну типа хуй узнает такие вещи они вообще в принципе да да два компетентных лингвиста вам дали тогда там закономерностей не прослеживается то есть почему все все зависит от определения что значит то есть да 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 какого-то предела она зависит от определения да и все же из-за терминологии а все что от определения не зависит она хуй знает вот в этой ситуации потому что там нету никаких теорий которые выдерживали бы хотя бы какую-нибудь критику принципе то есть эти все теории о том почему учетом какие языки почему кого захватили так карта легла повезло им ну да типа они как бы придумали колесницу то есть вот те те языки к который на раннем этапе их носители колесницу придумают они распространятся хорошо колесница разные египтяне да хуй знает при принято вроде считать что индоевропейцы придумали колесницу возможно и лошадь приручили так то то есть есть даже карта типа индоевропейцы до приручения лошади и после ожидания ожидания реальность то есть колесница ну вообще тема с колесницей она распространилась очень быстро что полезная такая штука достаточно поэтому и у египтян она заимствованная скорее всего они собственно придумали легкую колесницу в итоге который с двумя как этими от дожди колесница она обязательно должна быть двумя или четырьмя цены вот получается четырьмя это воз индоевропейская колесница предполагает двух людей один держит эти как называется вожжи или как называется а другой из копьем или чем-нибудь таким луком а египетская колесница на не вообще один человек был принципе то есть который по всем вопросам так скажем вот то есть поэтому вот такие дела такие дела собственно битва прикадеша она и была столкновениями египтян и хетов легкая колесница египтяна и тяжелая колесница хетов ну собственно там хитов срали битву прикадеш там была битва при мегидо откуда мы имеем слово армагеддон ну собственно не помню кто там победил по моему по тому же победили хетаны я не помню ну а да картинку нам скинули сейчас как колесница египетская выглядела там один человек тип он по всем вопросам короче с луком просто с луком один ведет колесницу еще быстро можно было сдриснуть вот но зато такой колесницы особо никого не раздавишь заживо вот хетская колесница где там две-три лошади огромная короче это хуйня как телега такая на ней еще и два человека это очень тяжелая срань то есть там тому можно людей давить просто такой херде клингонский язык и дотракийский у нас уже есть ну как есть на них же все я все дома это там были вопросы всякие на первых про сколько мне денег ну чтобы я взял состояние искусственные языка не знаю но я могу сказать что мне искусственные языки скажет так с нуля мне это тем вообще не очень интересно это вот этот александр пиперский у нас есть он этим всем увлекается единственно вообще он кстати послушайте у него какие-то лекции он на самом деле описывает даже такую скажем социум как сказать нет лапска короче как лингвисты академически обычно относятся к искусственным языкам очень плохо потому считается забава для любителей в основном ну и не то чтобы я разделяю эту позицию но в общем я действительно может быть я но тоже как-то неосознанно воспринимаете взгляды и к искусственным языкам в целом отношусь скептически то есть у них обычно вся какая-то грандиозная цель типа преобразовать сознание создать международный язык тогда напомню все это будет да это сколько это уже существует эти языки 150 лет никакой из них не стал не выполнил свою цель это первое а второе лично мне интересны не искусственные языки с нуля а языки которые берутся берется какой-то живой как-то дорабатывается ну да или берется какой-то древний на его основе создается искусный язык не как современный индоевропейский вот помог любопытно эти у меня были мысли даже написать про славянский но вот не в таком духе типа простом реконструкции фонема так далее просто грамматика слова там чтобы тоже в принципе кто захочет мог бы писать понятно что это будет фикция там на некоторое количество на некоторую долю но все равно хоть что-то будет но не знаю не обещаю что за это возьмусь еще мне спрашивают перееду ли я в польшу если в россии все наиболее смотря что я думаю что как бы если нас интернет закроют чем нет в польше делать я же на русскую аудиторию основном видос снимает только если мне может уголовное дело за период а так нет не собираюсь ну тут кстати те те несколько вопросов еще в чате поступила я сейчас отойду вернусь как раз так что-то невежно вопрос а там на на каких языках умеешь говорить да блин обучать что почитать по языкам средиземья много ли в польше руслофобов все самые топовые вопросы печать ну по поводу каких языков я как это энциклоба из включая режим дмитрия петрова он смотря что умеет значит уметь говорить это все очень по-разному так далее и обычную программу минимум беру и говорю английский польский русский на французский ладно все как бы эти языки за которые на хотя бы как-то но мне не стыдно будет если я чет на них начну говорить ну за русский понятно не будет стыдно за другие нет больше много русофобов ну скажем так я бы сравнил эту ситуацию наверное с тем что есть в россии то есть естественно в целом но с обратной ситуации допустим как русские люди относятся к там не знаю гражданам каких-то западных стран то есть если в целом так глянуть какой-то инфополе кажется что действительно столько хейта вот что там поляки столько льют на нас и каких-то ну как бы у меня есть личный опыт общения с русофобами в комментариях с польскими вот у меня есть такая ну вот до показательной ситуации я как-то с девушкой польской по skype общался ей 17 а ее брату 21 что ли вот и она как бы она сама начала мне писать то есть научит русский язык вот ну да все интересно то есть она все расспрашивает а брат ее негативно к этому относится и сидим и значит болтаем с ней и заходит этот брат и что-то там бурчит я не слышу плохая связь по-польски хлопать дверью такой типа это что было что произошло такая она такая ой ты прости это вот мой брат вот он считает что русские они там гадят больше то есть действительно люди скажем русофобских взглядов есть они заметны их можно встретить на почти везде ну там в интернете где-то яйца медийных площадках но в целом по моему ну блин современные западные страны так как люди по моему на все пофиг типа если ты нормальный человек у вас найдут какие-то общие темы они будут с тобой разговаривать несмотря на то что ты из россии из франции из америки и так далее вот то есть я с поляками в основном общался как не смешно в латвии очень открытые люди как когда им отвечаешь по-польски сразу уровень уважения к тебе увеличивается в несколько раз и все то есть я на себе вот лично вот в жизни людей у за границей никогда не испытывал русофобии в интернете есть вот тут отличный донат оксана 100 рублей лингвистика по фактам подарок для любителей врать какая правда важно лишь убедительно подать а да именно так с риторикой перепутал и именно так происходит собственно в лингвистике ну это вот знаменитые лингвисты есть там покойный миха михаил задорнов еще живой чадинов они в принципе у них получается хорошо так далее я еще там смотрю значит про языки средиземья я поскольку вот эти все фантазийные темы это не мое но предполагает что у пиперского в его книге не помню как на сайт соберись про спиперские искусственные языки там проект должно быть написано подробно тему изучил и автор добротный вот и недавно узнал что он мой канал доверенных лиц скажем так еще на чекате стран стажировался ни в каких я значит но лайфер я только московский у закончилась но я пытался пиперского пригласить он меня просто не ответил нихуя вконтакте и все нет я яс я через сами на это его друга но у нас просто на работе выступал недавно я писал я спросил спросил типа если пиперского позвать типа чего будет он говорит но согласится наверно отлично но я я думаю может у себя на канале чем замутит я я думаю я думаю что нить в духе в этом году начать что-то в духе световских посиделых делать ну с первой с людьми ближе к тематике мой канал тип пиперского ли я хочу пригласить этого василия и фиде это паблик страна языков такие активисты то есть интереснее поговорить будет но можно и как бы расширять тем не только лингвистика но это на будущее да может они потом и ко мне согласятся прийти на стрим да расскажем как у тебя я писал плунгиану как бы плунгиан отвечает просто сразу мгновенно причем сам не секретарь роста просто просто к этому кликс произносили я имею да так охуяна он же как раз спец по кавказским языкам замечательно не но в кавказских языках кликов то нет но неважно суть другая ой извини я и припутал кликс из как и не звать которые его обрубтивы или активны согласны да там грузинском да да вот да нет он мне написал что тип что это короче из пушки по воробьям и что лучше пиперского позвать вот ну окей хорошо да блин реальная я тебе скажу что эти ну я ни в кое случае не хочу на них нагнать ну как бы грешок такой есть это многие подмечают что они очень скептически относятся к выступлению где-либо кроме как на таких эпидемических площадках пиперский вот он в некотором плане исключения если ты посмотришь куда его причине куда я приглашаю куда он приходит это другое дело приходит куда угодно по можно на любое радио зайти там к любому каком-то там который знаешь в 7 утра там показывает передача там доброе утро друзья вот он такую тоже придет но это все равно более престижно для людей старшего поколения прийти на передачу доброе утро друзья чем блять на стримку и пойми куда где айма муслим гей refugee and правду вы на весь экран написано блять герб татарстана и ленточка аутизма все вместе ревью джи звуком их потом вызовут на ковер типа находили так а вот в сообщать и появились вопросы у саватеева постоянно спрашивают про учебники по разным разделам математики по моему когда саватеев меня был на стриме и мы его спросили помогли учебник логики он порекомендовал какой-то учебник помот анализа в итоге потому что ну типа ну правильно с одной стороны но с другой стороны но люди все-таки хотят попроще а логика она простая на самом деле просто и не знает никто но она простая в то же время в этом трагедия на самом деле современного академического сообщества как относитесь к искусственному языку токи пона ну есть такой искусственный язык а есть искусственный язык соль называется в котором нет профаным про токи поны я скажу любопытная вещь я значит читал как-то мне короче короче когда был на более старших курсах соответственно меня на третьем того не просили ну как бы помогать преподателю читать лекции по некоторым темам в котором ну как препод счел я лучше разбираюсь чем он в том числе значит это была тема значит начался мальчик металлэнгич вот это изобретение этой вишбитской бреда теории области семантики в чем прикол в том что женщина считает что типа как семантик то есть смысл слова значит что смысл любую семантику всех слов всех языков мира можно разложить на ограниченное количество скажет таких компонентов всем вот это ну в частности может вообще краски связано там про языком и так далее вот и в том числе она предложила свой список вот этих про компонентов таких так и не помню как не называется у нее ну будем называть сема то есть от чем кстати на список сводишь вот как идея по идее похоже и конечно возникло много вопросов насколько вообще такая шняга может существовать например то есть допустим слова там отец они раскладывают как она раскладывается на 7 это соответственно мужчина родитель допустим или допустим слова там не знаю стул она раскладывается на не знаю там сидеть и предмет предмета 1 значит раскладывается допустим не знаю там такое сидеть на я сталкивался с этой школы мысли до сидеть это покоится ну вот был один там схоластично каждый исследователь берется за это он какие-то свои интерпретации предлагает но в чем язык токи пона казался очень кстати он фактически взял ровно ту же идею то есть мы берем очень ограниченное количество лексики вроде как раз никто же 120 этих слов или я уже путали вишбицкая предложил 60 слов а то гипончики расширили до 120 соответственно они там как некой комьюнити сразу образовалась в интернете он тоже давно это вот они договорились как будут раскладываться всякие сложные абстрактные слова и словарь составили и я вот что скажу что когда показываешь людям словарь то есть них есть перед глазами все слова и когда им показываешь фразу на токи пони принципе многое понимают если брать какой-то известный текст ну допустим очень наш часто берут когда там отец тип очень наших песен на небесе и соответственно тот тоже там мужчина родитель который быть на там значит земля против вот это так как-то там раскладывается значит люди понимают то есть в принципе простые вещи вот на этом языке писать можно и как идея это хорош по моему кстати я бы сказал что это единственный искусственный язык который как-то ну ну может быть не достиг с прям своей изначальной цели потому что там другой другая была задача но он реально оказался полезным то есть это не просто какое-то развлечение для интеллектуалов а вот реальным дал узкать некий научный результат и стало понятно что вот и другая составляя предложение из этих все можно действительно так передавать смысл что его поймет не только тот это предложение сочинил полезная вещь ну топич топич в чате написали ну реально на самом деле даже если бы залезниками пригласил ты к себе на стрим все равно было спросили знает ли он литовского лингвиста да 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 никакого уважения есть такая я бы еще вот так это прокомментировал ну со своей страны наверное отчасти значит почему не то что почему многие серьезные на не тишки относится к вот даже популяризации скидите в целом от выступлением площадках ну во первых иметь ввиду что если вы занимаете какой-то одной узкой области ну допустим и перстит у нее компьютерная лингвистика там и как хенте и германистика то есть равно когда его приглашают его спрашивают просто обо всем подряд то есть человеку может не очень хочется но есть так и психология но я сам битужина на части такой что человек не любит когда из задают какие-то вопросы когда он что-то знает но что-то не знает вот ему не хочется какую-то лажу сказать вот я честно скажу я просто не смогут вести стрим не моё то что я вот не могу 6 часов просто говорить вот не будет казаться что я бредницу вот это первый момент а второй момент но все же чтобы стать ярным допустим в интернете лекторов но для этого нужно прикладывать много усилий и в целом как то есть ты хочешь серьезную академическую карьеру строить по моему скорее во первых будете на и намешать плюс будет вызывать какое-то неодобрение со стороны коллег и в общем действительно популяризаторы ученые слишком разные вещи но я пока про себя понял что тем при когда поступал свой вуз я хотел дальше заниматься наукой сейчас но не то чтобы я разочаровался в этом деле просто то вот я именно к науке я не очень ложусь то есть я да я могу хорошо что-то весело рассказать то есть вот мой какой-то конек а научная деятельность это нужно очень много карпеть над весьма скучными вещами по крайней мере по крайней мере пока я но тема магистратуру не иду не хочу но может будет это больше лет соберусь да добро пожаловать могу сказать на это хотя может быть если бы я свой канал не с 11 класса я бы по-другому сейчас смотрел на свое будущее а так я понял типа блин еще на татаре он есть люди которые слышат есть ну да джексон кроуфорд кстати поднялся пиздец как потому что он он завкафедры сейчас в колорадском университете в ландере а при этом он еще с патреона зарубает больше чем на официальной работе он поднялся где на на кафе не ну как то есть во первых ну уже как бы полтора года как у него должность довольно неплохая вот а во вторых у него недавно он отметил 1000 подписчиков на патреоне вот а учитывая что там разные ну учитываешь там разные ступеньки да то есть там посчитать можно только там по среднему арифметическому пожалуй я думаю где-то тысячи три получается долларов в месяц то есть на мой на мой взгляд это это но типа если бы это был единственный его доход от был бы мало но вообще он говорит что он получает там больше чем на своей основной работе значит там где-то 5000 получился по тревоге но у него ну блин и не знаю с чем связано на проступ со стороной смотри у него 80 тысяч его на ю тубе смотрят я не знаю если у него какие-то другие площадки для него вот несколько тысяч долларов он собирается аудитории вот такой вот у меня аудитория ну да размечу у него и вот сегодня с патреона 136 долларов пришло ну тоже неплохо конечно это больше чем не в школе платили но в америке культуру культуру чаевых просто да у нас супер культура другая ну и еще это все равно тоже от тематике зависит то что политические патреоны как я заметил не собирают гораздо больше чем но у него не политически да нет это я уже другой те говорю в россии ты смотри тот же райт сколько он собирается как собираюсь вы собирать танцы клопы сколько светов то есть ну я не знаю может совершенно некорректно нас сравнить тупо по количеству подписчиков но все же разница значительно на порядке ну во многом когда у людей есть ощущение кого-то дело и не обязательно политического но общего дела в случае с скандинавистикой это сохранение значит на североевропейского наследия у огромного количества людей ну для огромного количества людей это важный очень вопрос и поэтому и зина готова донатить на лекции проводя на тора я и я не знаю может быть я просто не предложил за 500 долларов ужин с собой ну с одной стороны до с другой стороны если бы больше было там про короче славянских богов то было бы однозначно больше денег сразу было бы не то не так жирно как у кроффорда но тут еще такая проблема что но кроффорда перри изначально материала про богов то больше с которым можно работать славянский материал это в основном какая-то хуйня там история славян как каким-то католиками написано и всякие там хождение богоматери по мукам и в ад там с нисхождением еще какая-то срань то есть где в принципе уже люди мягко говоря не заинтересованы в изложении материала то есть кстати про славян и я замечу ну нам как русским русскоязычным нам не очень повезло в том плане что мы много внимания вращая на свой материал он конечно у нас хороший до древней руси там много источников но у нас обычно или игнорируется и скажи так не то что сознательно игнорируется просто тупо потому что это на других языках написано слабо изучается материала те же там южных славян или запад на и я просто дублин даже тоже любара нидер или может почитать это чешский слове с начала 20 века там вот если ты до этого ничего не знаешь его в пересказе там как будто те какие-то просторы открываются то есть вот в русской среде и вообще эти там западно-славянские воде вот какие-то их там обряды не циркулирует просто а у поляков например те же они будут про всех наших пантеон владимира там про симаргла хорса и вот там просто как перуна сверху они все это знают потому что не блин это написано в школьных учебниках а у нас допустит про крещение польши ясно дело ничего не написано пропала всех славян скорее все тоже да но у иванова хорошо написано у него очень то у него любая работа по сути дела представляет собой очень толковая обширную компиляцию на заданную тему то есть если его вот это сочинение классическое образцовый иванов это вот про его про не ведь у него было она по моему так и называется не ведь где он рассказывает про значит индоевропейские представления о мертвых про значит этимологии имени аиды так далее это маленький кусочек на самом деле потому что там просто огромная справка вот просто отовсюду я еще тоже отвечу в комментарии ну типа я думал поляков только ведьмак в почете пишет нет я вам скажу что у них в этом к вопросу русофобы выше у них по моему с такими короче у них с этим все в порядке потому что для меня это было большим открытием я как-то читал школьный учебник польский по истории там блин это на генеза славян по климу жукову без шуток ты сам при говорится что были вот такие-то там польские ученые которые вот такие депозии предположили но предпочтение дается глеб степанович кажется зовут лебедево это советский как раз археолог которым уж клим жуков перескат вот вот до чего дошло я что-то не трудно представить что у нас в нашем учебнике было проведено 10 различных гипотез на было бы дано предпочтение кут польскому автору ноу-нэйму в 1 кабель если че что поле там близок истинен ну да но никто не хочет болотную гипотезу признавать как бы хотя ну тип с ней спорить сложно если понимать правильно про про эти этимологии название деревьев ну вот эта хуйня которая пересказывала дома в сериале проект в каком сериале это вообще было в каком-то сериале блять про маньяков было это хуйня блять я забыл там на им дропнули теорию лингвистическую про происхождение славян дорогие зрители напомните мне в каком из недавних сериалов поймать у на бомбера да они не 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 майндхантер нет я просто путаю эти два сериала короче в поймать у на бомбера по всей видимости это было я так не досмотрел кстати но равно как и майндхантер в поймать у на бомбера там социологи не внезапно на им дропа это теорию о происхождении славян внезапно про болотную гипотезу которая исходит просто из того что в славянских языках там специфические этимологии названий деревьев вот которые как бы указывают на то вот какие деревья были вот вокруг славян когда они зарождались как отдельные от нас от остальных индоевропейцев а при при примерах не помнишь меня не смогу не не смогу привести пример вы ах вот ну и собственно вот все же я могу сказать на эту тему она лингвист да она в поймать у на бомбера на лингвист поэтому она про я путаю эти два сериала я говорю я реально не могу просто отличить поймать у на бомбера от майндхантера и это оба сериала который я дропнул на середине туши они унылые слишком но как в майндхантере перестали интервью ровать этому до кемпера который топовый персонаж на короче в болоте славяне зародились вот это такая теория очень 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 охуенная ну и поэтому поэтому стараются в основном в славянских учебниках ссылаться на любую хуйню лишь лишь бы на вот набравшую популярность в двадцатом веке теорию сталин 3100 рублей сумма которая донатит на патреон зависит от материального благополучия населения страны в россии большая часть населения бомжи у меня только один к уходит на всякие патреоны это не считая донатов и всякой музыки а я студент но это тоже имеет смысл вот это студент чувак не все люди студенты и в сша тоже существуют студенты им тоже нечего платить на патреон потому что у них кредиты огромные ну типа я где-то 200 долларов в месяц отдаю на выплату кредитов за магистратуру свою то есть ну и и и микитка 100 рублей что такое любовь оставлю без ответа можно было это аргументом от этимология мы можно было генетически этот аргумент короче привести и ответить через там этимологию какую-нибудь а есть там меня меч как как девчонка одна спрашивал тип правда ли что слова ли типа либо здесь как союз и любовь они однокоренные ну типа да там по польте либо это люб это просто у нас она липс там вот такой факт могу вырасти но отлично там а этот по польте 4 пишется пенянс от вера шельки джи ну могу твою фразу фирменные привести в очми пенян за курва а как в румынском эль на и заменилась блять что это за хуйня эль на и пример лучше но нет если она заменилась л на йод это без проблем это чисто артикуляция этого это блин по-французски там губит хавайи и и че-то пишется трава и у или допустим в на йод венгер заменилась даже венгерском языке тоже там написано правил чтения типа то что написано лет читаешь как и типа я не помню как слова печка венгерский будет ну короче от слой печка я все пока были речь показывать пример ну да есть но кого к вопросу про любовь у них собственно вот это вот юбиш вместо любишь она очень сильно смущает потому что бля ну типа понятно артикуляция все дела но в начале слова странная херня ну разные вещи происходят фонетически фонетически с языками в ходе их развития ну типа окей допустим это харпа пауэр пишет потомки и васика да да и васика в россии есть москали и жители болот и у них деньги есть так москали тоже жители болот чего то есть если достаточно глубоко посмотреть блин я уже я уже второй раз рассказываю историю к ну блин а сегодня болот не провалился в метро это возле этого метро коломенской крышка ланд и там блин куда-то пошел и там промокли все ноги потому что топках ничего не поменял за последние тысячи лет видимо интерес есть интервью да есть интервью где звонов часа полтора объясняет что любви нет но это скорее всего не смотрел троллинг потому что у него про любовь позиция посложнее там гегелевское снятие происходит на самом деле материалисте материалистически можно выразить но без вульгарного материализма кстати че думаешь а звонок то что я тоже вас трима стал посмотрите про чтобы узнать просто кто это по-моему забавный чел мне кажется так точнее когда он говорит про психологию ну скорее всего это так ну упрощение не хуже воровства а вот а коммунизм это но он последовательный достаточно марксист то есть марксист антисоветчик он очень смешно когда он был на канале гоблин там с не какой-то другой чел сидел он очень классно про комментарии на youtube сказал что чаще всего комментарии неважно хорошие или плохие они пишут состояние эффект ну да даже не сама суть как бы забавно просто как он преподнес я давно не ухохотывался на за каким-то такого рода видосов и но это было очень смешно ну да не много троллинга на самом деле то есть там толковый контент в принципе вообще топил за то чтобы звонов был нейтральным арбитром на дебатах этого погрома с вестником бури потому что светов ну нихуя не нейтральный арбитр это полная срань и это дает пропагандистский рычаг коммунистам в интернете потому что но они как заслуженный заслуженный кургинян на передаче суд времени когда нейтральным судью блять своих ну серьезно это это существовало дамы и господи это цвет целая передача по ящик осмотрел до канал культура дебата кургинян млечен нейтральный судья звонит сейчас рассудят заебись охуенно у меня спрашивает жду ли эти бата ватт админы семена я боль то скажу я даже просил ватт админ проходка он сказал штепане там блин занят уже три дня назад на типа если кто-то откажется он мне раз вот но это отлично я я самом деле мог исходить на погромы с родым но я просто сразу отказался то что не работать день было так я в итоге смотрел дебаты в поезде в калугу да то есть на мой взгляд звонов был бы отличный нейтральный арбитр то что вопрос не про марксизм тема дебатов было про геноцид русских в ссср звонов марксист как вестник бури но антисоветчик как погром и в общем то тут ну это идеальный нейтральный арбитр на самом деле для таких дебатов просто он отказался потому что он про свернена фашистом считает но буду же коммунист но но и к тому же про свернен светову ломал и типа если светов согласился но там media coverage name recognition значительно больше чем чем если звонов будет да юзера бьюзер 100 рублей марго и гость какие контраргументы есть для псевдо культурных людей по поводу слов их ней и ложить ложить наверно знаю и использую литературную форму но привык говорить именно так особенно со словом ложить а то заебали поправлять при каждом удобном случае ну чувак блять ложить даже я не говорю да то есть потому что но но есть же слова класть то есть ну ничто не мешает сказать класть вот со словом их не там другая ситуация просто я я отвечу кратко так смотрите видео на канале передача речевой нюанс там про слова их не тоже есть собственно мое знакомство марки налом началось то видео смотрел вот а вообще но это конечно чисто такая я не по-моему я не даже не предъявлял как бы я думаю что если вот мне отдали чтобы я ответил смотрите чисто раз рассудите вот моя логическая цепочка что если человек допустим посмотрел речевой нюанс ну то есть суть том что он знает историю этого языкового явления допустим про слово их не что но там появился русском языке еще там в шестнадцатом веке что она в пресс могло бы стать нормой в конце 19 но там советское время жестко унификации он был отброшен кратко если так если человек уже знает историю языкового явления в принципе ну на мой взгляд он имеет полное право в общем выбирать то есть это слово он хочет использовать или не хочет если хочет почему вот то есть не уже есть некое свое обоснование то есть он не то что он неграмотный и поэтому определяет это слово потому что он не знает как правильно он так как раз не знает как правильно и как ну как бы не по норме вот но он уже обладает большим знанием и больше как свободой воли чем тот кто просто тупо прочел что там словаре а так правильно их а их нет то есть человек такой не таким образом может быть более образованным чисто по количеству своих знаний и при этом говорить их не но у меня нас на самом деле вот речевой нюанс то есть коротко рекламируйте есть эта передача там 14 выпусков было про вот такие скажем языковые особенности которые вокруг которых честно скажем возникает срача или вокруг них есть какой-то там культурный миф ну то есть вот их не ложить звонить звонить там нет нету какой-нибудь кофе в среднем вроде так далее просто посмотрите там содержание роликов и вот вроде я сам снял эти ролики практически везде в прессе получается что я выступаю за вариант который не считать нормативным то есть я даю ему некий глоток да и некое обоснование глоток свежего воздуха да и обоснование ему существование в основу и почему он имеет право существовать в языке почему ее не нужно гнать но сам-то я вот в своей речи я почти не никакие из этих нюансов я не использую то есть я говорю как раз типа норме но это мой сознательный выбор тщательно отбираю языковые единицы своей речи вот но с тем же успехом я например могу продолжать говорить какие-нибудь я могу сказать кофе в среднем роде потому что конкретно каком-то одном случае мне хочется так сказать вот или допустим ну я сознательно в россии говорю белоруссия в основном считает что это не политический взгляд вот да так insane шаман 100 рублей какие у микитко политические взгляды добра ему и чмок он сладенький спасибо insane шаман за 100 рублей но за такую парадигму склонения скажем так я игнорирую спасибо за 100 рублей так что микитка может сказать об уровне преподавания лингвистики в россии для вроде отвечал на прошлом стриме ну смотрите мы не учился в не вангу не в вышки но я учился в другом московском вузе такое что вот в мгу и вышки преподают хорошо и причем разные вещи в мгу хорошо преподают то что связано с ну такой классической лингвистикой то есть это традиционно там славистика индоевропеистика какие-то вещи ну в общем там за синтаксис семантика то есть в общем такие вполне привычные разделы и в общем то есть московская лингвистическая школа которая без шуток она известна на весь мир вот как раз вот мне кажется такая вторая вещь после каких там военных разработок так далее там физики так далее чем может гордиться вообще отечественная наука это вот именно московская лингвистическая школа что реально эту область как бы знают по мере во всем мире то есть там преподается хорошо но зато там в общем практически языки преподается в принципе так себе как вообще в целом по моему в россии и там по моему не такая сильная компьютерная лингвитика вышки наоборот там поскольку в основном во-первых больше молодых преподавателей раз там больше ну собственно упор на людей которые скажем так пришли в университет чтобы получить образование хорошего зарабатывать деньги а не чтобы просто получить хорошее образование как очень многие идут в углу поэтому там упор действительно вот именно на какую-то компьютерную составляющую то есть для них важно чтобы вот их выпускник лингвистики вышки он мог устроиться в какой там яндекс google зашибать бешеный баб вот но это еще один же момент ответьте отметить не кафедры направлению это теоретически прикладная лингвистика вышки на молодое но несколько лет все существует даже когда я еще поступал у них типа только первый выпуск что ли был а во всех остальных вузах предполагаю что преподается все достаточно парашно ли я сказал так вот и могу сказать про свой вуз преподаватели хороший есть собственно у нас выпуск и преподатели в основу выпускники мгу но их так грузят что им ничего не хочется уже делать и все ведется с очень формально и скучно и это отстой то есть я тоже опять же скажу что любой лектор на ю тубе я даже не себя имею ввиду даже с кельтски а сам павел буму полгун тоже такое делать видео про лингвистику советую смотреть на иди что-то немножко он такой не харизматичный чем просто части за столом говорит 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 вот все они вот просто в десять раз выиграют почти любого преподаватель в моем вузе по уровню подачи и важно что там половину из них они учат ливи к лингвисте никакого отношениями на канал милин вот тоже снимает парень никакого отношения к лингвисте не имеет но любитель вот гораздо лучше рассказывать гораздо интереснее слушать чем любого преподателя вышки а понятно что наше время человека даже в общем если он нацелен на постижение какие-то знания ему все равно хочется чтобы это было подано в более-менее увлекательной форме более-менее какой-то веселый но просто поколение уже другое не может человек тупо записывать под диктовку четыре года и учить поэтому не работает поэтому наверно в целом я бы оценил прописание лингвисте в россии как плохое я марципановый ликер листающий там разная образная довольно интересная insane шаман 100 рублей дико извиняюсь два часа ночи прошу понять какие у микитки политические взгляды ну ладно так уж и быть ну я вообще человек в целом у политичный но если нужно что-то просто сказать так наверное эти умеренно правы вот и это связано даже скорее не с тем что я что-то прочел а как какие-то моим жизненным путем с моим окружением и так далее но пояснять я пожалуй не буду потому что тебя забанят да я не я не егор по вот а ну конкретно у меня наверно появились некоторые политические взгляды в последний год и связано не напрямую ну скажем так с активностью мои на ютубе к сожалению очень большому сожалению в странах соседних с нами на но им до россии на западе ближайшие соседи там процветает фашизм вот ну то есть имеет зайдите в люб в комментарии под любое мое видео где хоть каплю сказано про украину про беларусь там сразу будут там страна мог сели русские финны угры значит вонючий болот и так далее и вот это хейт этого количества просто какой-то огромный ну соответственно просто я могу сказать что мы политические взгляды против я даже не могу сказать против чего то есть они вроде против на самом деле мифов каких-то научно то есть не просто раздражать что везде коменты засирают этим бредом вот я понимаю что точно на самом деле меньшинство людей вот за те же украинцев и белорусов они вообще об этом знают пройти те же самые лиц вины вот это движение такой националистической беларуси есть вот это мне просто не нравится и я в силу того что не канала лингвистики по крайней мере в области языкознания я одну допустим может даже сниму пару каких-то видосов типа про финно-угорское якобы происхождение русского языка или так уж и бычьем сделаю про украинский белорусские языки но это я бы не стал на это водительную область политики потому что все равно для мне какие-то скажем научные сведения по тем или темам они окажется важнее чем и политические взгляды я говорю они у меня есть ну потому что ну вот они несколько права толка я тоже прокомментирую а политичный как трэш смеш я хочу выступить несколько сандель защиты трэш смеш то что я канал смотрю очень давно вот и смотрите у него видео есть группу так первый на тему в которых он разбирается как специалист второе которое он не очень разбирается и группе друзья если игнорировать видео из второй категории типа вот видео про оружие вот хороший блогер блин он очень потолково рассказывает по своей теме то есть даже если он там симпатизирует каким-то политическим сторонам который прошу заметить это полярные моим политическим глядом которые я не озвучил вот все равно это отличное видео ему исключительно лайк за них вот просто не нужно не нужно снимать ролики на те темы которые ты не разбираешься но я надеюсь что я этого не делаю то есть конечно не мне оценивать но я надеюсь что я этого не делаю и не собираюсь ведь я не лезу в политику особенно в своем канале и собственно то что я рассказывал про слова украина и белоруссия это ну то есть там мотивировка иначе не было другая просто смотреть как бы историю этих слов все то есть этот блин ролик можно сказать замыслил еще в году 16 просто два года назад сообразил а пользователя терминатора хочу просто нахуй послать вот так мемы про котов 100 рублей вышки компьютерная лингвистика очень специфична уровень высокий но некоторые преподаватели совсем не очень мимо с компьютерной лингвистике но бывает и такое а чел этот который спросил с на каком курсе ну хрен его знает и задавайте ваши вопросы спрашивайте что-нибудь интересуетесь то что я про свой вуз на самом деле на каком я курс находился как правило разные вещи рассказывал тушни отношения чем быстро менялся блин снова там по инсталиста напишут рекорд банки до левых ссылок на это вы наверно смотрели обзор ежесармат на ролик про гомофобов или еще что-то они не этот этот как его док и знаешь такого блогер есть такой да да вот он снял разбор трэш-смэш ну да блин сам обосрался тушим написали же где правильно прочел это самый тупой на обзор на трэш-смэш посмотрел нет открыть видео трэш-смэш чисто на биологические какие-то темы и большие специалисты области тут не знаю тут идиоту у спорить да по тот же самый сандра пантелеев с которым я считаю что если в приятель с отношениях что я например что тоже обозревает трэш-смэш просто уже обосрался да вот такое 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 четно говорил а по сути ничего тот что он левак да конечно это плохо но блин цините человека не за его политический взгляд а за контент который он делает специалист что такое компьютерная лингвистика блять ну как есть языки программирования есть языки на которых мы говорим каждый день а шо если они устроены по одному примерно принципу ну вот отталкиваясь от предположения что языки эти устроена примерно по одним принципам можно попытаться можно попытаться создавать например программы которые будут твою речь распознавать да или собственно смотри компьютерная лингвистика она занимается вообще любую все что хоть как-то связано с языком или с обработкой текста там в телефоне это все эти занимаются компьютерной лингвистика все все переводчики компьютерной лингвистики ok google распознавание текста значит это как он называется исправитель орфографии то есть предложить значит то какие он тебе допустим предлагает вариант в телефоне набрал одно слово тебе предлагает другое сочетаемость там по корпусу допустим от 300 любого слова то еще все этим все занимается компьютерная лингвистика синтезатор который марго зачитывает донат это тоже компьютер это все очень быстро развивается даже тоже самый синтезатор я помню те времена когда ты дерьмово еще читали а сейчас для английского языка в общем есть такие когда ты даже так не сразу поймешь это робот читает или или нет мне стал дать недавно даже интерес такая тема ну вышел наверно до нас там восточной европе долго доходит дипфейк когда там собам не сделали было дело да вот конечно я скачался вот эту пробу для создания дипфейков думаю она делаю сейчас как прикольный прикольный видос на заняли все это выглядит на уровне компьютерных игр пока начало двухтысячных то есть там нужно быть каретином на английском с пьяным чтобы не понять что дипфейк но слушайте если там заморочиться еще с обработкой вот постобработкой и если находить до птицы похожих актеров или людей с похожим голосом но чтобы голос подделать по-моему в общем это реально все в будущем будет через лет пять любой лошок сможет блин условно говоря скачать себе прогу и сделать там видос где будет говорить я там вась пупкин и голосом там не знает дугин пишет разве это комп лингвистика анимат лингвистика комп лингвистика она подразумевает наличие компьютера то есть там есть аспект практического применения вот этих математических выкладок таким образом математическая лингвистика в целом она бумажки обычно происходят но по сути одно и то же на самом деле то есть ты пишешь что ты ходишь на бумажке карандашом или ты ходишь в среде короче хуй знает это разница равно если сравнить с сравнительной лингвистика и или социолингвистика и так далее то комп лингвистика и мат лингвистика выглядит одинаково смотрите голосовые синтезаторы акапелла нету по вопросу deepfakes рекомендую канал внук елькина вот отлично есть там есть обращение там сергеем а вроде после смерти там новодворской замечательный там стив джобс тоже вещает как бы из подвала тима кука вот я очень плохо говорить по-русски но по-другому я говорить не могу так да надо внук учителя русского языка 100 рублей моя бабушка бомбит когда я говорю уложить их ней или ставлю не так ударение в слове звонит однако если таким образом ошибается крупная часть населения не если не больше не является ли это таким образом общепринятой нормой а значит правильным вариантом или норма языка определяют умные дяди профессора ну отчасти отчасти второе потому что если в нынешней ситуации если большинство людей начнет говорить не по норме скорее всего эту норму еще блин лет 30 не будут признать хороший пример одеть надеть вот это реально та норма который соблюдать почти никто я сам говорю надеть то что я переучился до возрасте или допустим всякие ударения редкие типа знамение вот предвосхитить не пить им я но не но и пить им я я не знаю как ты никогда не говорил по-другому вот но очень обычно как раз церковными термина вот я не помню сам духовник вроде а типа помник надо или наоборот вот но знамени я как-то сразу запомнил потому что слое полку игореве заступит от и сейчас короче там со слова знамени и она то вот и там чуть не может просто честь знамение это другое дарение типа вероисповедание вот много людей где ты распорядок по моему нет все говорят вероисповедание вот и так что если большое количество людей говорят не по норме совершенно не факт что их вариант со временем признают норму так что много на 10 дяди профессор по поводу учителей русского языка смотрите есть такая женщина татьяна гардман в курсе блогер пожилая это короче какая-то учительница русского языка а у неё канал вроде называется училка против телевизора что-то такое у семина есть интервью с ней семин поскольку не сейчас лингвистики он не смог как-то и достойно но она там с рекорда буквально напиздел то есть это можно на каждой минуте парировать то есть человек преподает всю жизнь пусть язык школе и и для нее норма это просто вот какое-то что-то святое то есть она просто пример сам удивился анка говорит вот мне 52 вроде года я недавно от какие-то нас их друзей узнала что оказывается правильно говорить и там какое-то слово но от конга редкая но типа все люди знают что там какое-то другое ударение я такой думаю блин но если бы я это узнал как бы я вообще мимо и пропустил я блин всю жизнь так говорил чем это дофига мне эту норму то сам предвосхитить я же не говорю предвосхитить предвосхитить как все люди а вот и то есть вот реально про человек такое ощущение что для нее норма это какая-то непогрешимая истина и вот по-моему людей вот этого склада который которых сами вот блин я бы мне заплетается язык тоже спать хочется значит если человек всю жизнь преподал русский язык вон он невозможно переубедить что типа вот бабушка ты там но если в случае если реального внук или там кто дедушка учителя русского языка что ты вот учишь конечно там детей что не знаю там кофе в среднем роде это неправильно но блин ну можешь надо говорить да и вообще какая разница норму там словно ну а вот у меня а вот у меня друг в кафе работает он говорит что он кофе среднего рода это просто все эти аргументы бесполезны эти аргументы работают только на лингвистов а вот я в армии служил она людей вот филологов вот таких до музыка костей которые вот учителями русского языка всю жизнь больных это просто не работает нужно признать на все равно что доказывает священнику что бога нет этой серии но какой-то мере в какой-то мере это так поэтому я считаю напирать надо на другое какого хуя какой-то блять розенталь будет объяснять русскому человеку как говорить на русском языке орфоэпический словарь аванесова вы чё ебанулись вот 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 такая риторика я считаю наиболее действие да 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 а я даже в этом видео как слова нет что ли от его рассмотрел вот я там сказал начали фразу меня сам очень понравилось просто это не моя это комментатор как придумал что давайте высвободим русский язык из узилища розенталь это что действительно необходимо нашему общественному сознанию чтобы они блин не тряслись по каждой херне а правильно ли это так не просто буквально два дня назад меня спросили в комментариях но не в комментариях в личке чел написал правда ли что типа фраза можно мне пожалуйста там грубо говоря там одну дадим одну шаурму она неправильно и это англицизм тип суть в том что до начала двухтысячных так действительно не говорили можно мне пожалуйста ну можно пожалуйста действительно калька с английского а дальше говорили типа дайте пожалуйста ли просто типа мне пожалуйста вот чек я говорю блин почему бы и нет вот четко говорит вот мне говорят что с неправильные я говорю скажи этим людям что они кретины как это может быть неправильно если так говорят тублит все вот я не знаю человека который сознательно бегает фраза можно мне пожалуйста говорить дайте но там просто надо начинать с того что существует ли язык без людей которые на нем говорят а так далее то есть если начинать не решайся конечно нет начинать надо не с протеста против норм с антологии надо начинать что человек он согласится с тем что языка нету помимо говорящих то есть но нет людей которые про математику может быть саватеев не согласится то что точка зрения это язык бога с ним разговаривает но типа по про язык ну типа всем понятно нет говорящих нет и языка ну типа защища ориентироваться на говорящих надо епта то есть они тушеры розенталь умер типа он не говоря еще не носитель русского языка теперь он умер то есть все то есть папу пушкин умер купами когда ты тоже не носитель русского языка это или русского языка который сейчас вот говорят по-русски розенталь простудился умер ему спокойно и смешно да так просматриваем 300 рублей мне нравится комментарий в чате хоть первый раз за вечер пересядем с иглы арфа эпики на лицо розыграли до охуенно но случай с розенталем там скорее этом игла я не знаю это грамматики там пунктуации там но грамматика будет широкое понятие не про письмо но неважно не короче щебник русского языка просматривающий 300 рублей есть желание и возможность заниматься предпринимательской деятельностью после специального высшего образования в рф в топ вузе есть мысль получить некое образование в весы по типу mba бюджет 10-15 в год если в этом смысл хватит ли денег эквивалентно ли такое образование в европе насчет европы не знаю в европе будет дешевле всяко 10-15 в год и чувак в сша ты в комьюнити колледжи на 10-15 в год но не везде выучишься комьюнити колледж это профтехучилище это перед бакалавриатом то что происходит то есть но mba то есть мастеров бизнес-администрейшн магистрская степень то есть так после специального высшего образования в рф в топ вузе то есть у тебя уже есть какая-то степень то есть я заново бакалавриат поступать не придется я так понимаю это это все в корне меняет потому что это дешевле тяжело будете гранты получить на самом деле хорошие чтобы те все покрытие потому что бизнес администрирование такая же популярная тема но это не точные науки и это не международные отношения то есть не дружба народов поэтому может быть может быть счете и поможет короче кури сайт стадии сай . ком чтобы найти себе вуз с нужной программой и сайт scholarship.com чтобы нарулить гранты если есть публикации можешь гранты искать через академия . идею но там с тебя денег попросят за премиум поэтому лучше просто scholarship.com вот я извини этот ключ с ненадолго может уже ответил на палате смешной существует ли компьютерная философия сейчас я посмотрю немного не понял про существует ли компьютерная класса ну типа философия всяких компьютеров наверно есть но и как философия брюссалей не на самом деле нет потому что вопросы искусственного интеллекта это есть как читер то есть а про искусственный интеллект очень много пишется философских диссертаций то есть одна из самых таких популярных тем то есть это это в принципе нормально компьютерная философия но ёпта есть святой покровитель интернета как бы в христианстве по-моему николай чудотворец я не ошибаюсь вот то есть ну типа вот то есть ну вот признали как бы в церкви собрались кто будет за интернет отвечать а хуй знает кто отвечает там за электричество лепедричество кто по покровительствует но этот святой святой эльм предполагает мемы про котов 100 рублей кстати поступил на компьютерную лингвистику пересмотрев маргу а теперь вопрос к тебе и гости не зря ли поступил не проебусь ли я с поиском рабкоты смотря куда то поступил где работаю sky в россии на 1 тебе пиздец ну типа я не нет я скажу как чектора стресса работ полгода назад и все отлично моё ну меня часто спрашивают работу образование я считаю так что примерно если ты выбираешь какую-то ну допустим гуманит но есть и поступил на лингвистику и наверное хочешь работать в чем-то вроде там не знаю там гугла и би яндекса рамблера я не знаю значит то все равно будут смотреть на твое образование просто как ну типа туда могут принять людей с образованием по вот этой специальности по вот этой там информатика по вот этой там какие технологии еще очень таком духе это первый момент то есть кто образование смотрит лишь очень примерно он то есть вот допустим у меня когда меня принимали на работу культурный центр там что написано принимаются люди с неоконченным или оконченным высшим филологическим исторически психологическим образованием так далее не помнишь все что было написано то есть я мог бы быть психологом как звонок и тем еще там историком как и не знаю кто историк все равно у меня взяли это первое второе просто смотрит насколько во первых твои знания необходимы ну конкретно этой фирме вот для выполнения их текущих задач вы если они у тебя есть и ты можешь это подтвердить тебя берут ну допустим вот я скажу я большей частью занимаюсь на работе тем же чем и занимающихся на канале я снимаю монтирую видео этих там людей собираю вот потом там в контакте фейсбуке там по всяким сайтам культуры рф там это дали все это раскидывают из блин да ровно то же самое чем и занимайся сам за деньги вот поскольку у них тогда не было человека который просто вот в этом всем сечет который блин даже ролик там смонтировать не может обрезать лишний плохо был с кадрами поэтому меня взяли то есть у них был запрос на сотрудника с такими имениями и третье это просто проверяет ну ты дебил или нет то есть даете какие-то примитивные задания какие-то вопросы тебя задают на какую-то общую скорее родиться я кстати блин вот на этом я я уже забыл чем не спросили напомню что был вопрос про карла маркса типа что что карл маркс думал про революцию в россии что такое я чет не то ответил на ничего мне все равно взяли так что короче дружок ты если прошу прощения за дружка вылетает сама вот ты если окончишь я думаю компьютер лингвистику вышки даже со стройкой в дипломе даже стою не окончишь уйдешь с третьего курса четвертого все равно тебя возьму это крутое место а дальше он там смотря по твоим знаниям за работу не беспокойся да так что марго не все так пессимистично как и но наверное наверное не знаю